Русский рок – это не только замечательная музыка, но и влиятельное направление в современной музыкальной культуре. Эстрадно-джазовая студия «Импровиз» готовит концерт легенды русского рока ко Дню Защитника Отечества. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Генеральная репетиция грядущего концерта. На сцене эстрадно-джазовая студия «Импровиз». Артисты творческого объединения уже более 10 лет радуют зрителей яркими номерами и тематическими концертами. Вокалист коллектива Тофи Гамидов попал на сцену спонтанно. Творческий путь молодого человека начался с обычной песни под гитару, исполненной в кругу друзей. Я взял гитару, они услышали, так скажем, как я пою, и такие, давайте мы, короче, рок-группы сделаем. Я такой, базару нет, давайте попробуем. Вот, начали что-то пробовать, вот, понимаешь, что как бы в вокале у меня большие там пробелы, да, что нужно учиться вокалу. Я начинаю искать, кто у нас вообще учит вокалу на Ринмаре. По стечению обстоятельств Тофик попал Кристине Ясинской, руководителю эстрадно-джазовой студии «Импровиз». Молодой артист пришел, чтобы просто потянуть вокал для выступления в своей рок-группе. Но что-то пошло не по плану. По вечерам занимались, в общем, песнями, которые нравились мне, которые нужны были мне, вот, для нашей ру-группы. А она мне поставила ультиматум. Я с тобой занимаюсь, но ты выступаешь на наших концертах. Вот, и тут же было открытие сезона, и мы учили, какую же песню? «Разведи огонь у Меладзе». Ну, как бы я пришел с роком, а мне такой, давай Меладзе, короче, пой. Уже через две недели артист перешел в новый для себя жанр исполнения песен. Еще один вокалист эстрадно-джазовой студии – Василий Попов. Сам артист связан с музыкой еще с первого класса. Ну, а первое прослушивание в творческом коллективе артист помнит, как вчера. Я никогда не забуду этот день, потому что это, во-первых, был такой страх для меня. Мне было буквально 17 лет на тот момент, и все незнакомые люди, и мне просто художественный руководитель говорит, ну, чтобы понять, на что ты способен, пой. И я настолько забыл все песни, которые я вообще в своей жизни слышал, и я запил песню «О боже, какой мужчина у Натали». Вот, они, конечно, посмеялись, и, ну, она прекрасно поняла, ну, какими данными я владею, и уже начала развивать и отталкиваться от моего диапазона, от моего тембра и так далее. Несмотря на то, что уже прошло больше шести лет, как артист попал в эстрадно-джазовую студию, каждый концерт для Василия проходит, как в первый раз. Если быть честным, ну, не бывает таких концертов, на которые ты не переживаешь. Даже если ты поешь, условно, песню уже не в первый раз и знаешь ее от и до, всегда есть чувство переживания, в любом случае. Если нет чувства переживания, ты в любом случае уже должен переживать за то, что ты не переживаешь. Как бы это тавтология такая получается. Вот, лучше переживать, нежели не переживать, потому что, когда ты выходишь расслабленный на сцену, может быть, что-то пойти не так, и, ну, это чисто психологический факт. Эстрадно-джазовая студия «Импровиз» — это команда, готовая сделать фееричное шоу для зрителя. Артисты коллектива полностью соответствуют названию своей группы, которая когда-то понравилась основателю творческого круга. «Импровиз», потому что мне просто нравилось это слово. И потом, как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. И в любых казусных ситуациях на сцене у нас есть такое внегласное правило, что не молчи, импровизируй, но тот и импровиз. Артисты сейчас готовятся удивить зрителя концертом «Легенды русского рока». В программу мероприятия войдут наиболее популярные и полюбившиеся публики композиции в исполнении эстрадно-джазовой студии «Импровиз» и концертного ансамбля Дворца культуры «Арктика». Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.